О недвижимости пойдет речь сегодня на радио Балтик Плюс. Меня зовут Владимир Кайрис, а в гостях у нас сегодня сооснователь интернет-портала застройщики 39, всем известного Андрей Кондрат. Добрый день, Андрей. Здравствуйте. Хотелось бы у вас как у эксперта спросить, вот дайте свою оценку ситуации на рынке недвижимости сегодня в Калининградской области, вот какая она? Ну, могу сказать, что она невеселая. Рынок сейчас испытывает коррекцию, если мы говорим про цены, если мы говорим про спрос, он испытывает падение спроса, причем достаточно серьезное. Ну, вот если в двух словах, то так. А если в трех словах? Ну, прогнозы дело, конечно, неблагодарное, особенно сегодня, но все же все хотят знать, что будет. Что ждать тем, кто хочет купить и тем, кто хочет продать сегодня квартиру? Говорил и говорю, если нужно купить, покупайте, если нужно продать, продавайте. Ничего ждать или выгадывать, увы, нельзя. И, наверное, события последних лет показали, что какой-либо расчет, планирование, какие-то прикидки, советы гуру, они, в общем-то, как правило, попадают пальцем в небо. Поэтому надо действовать по потребности. Если вам нужна квартира сегодня, я считаю, что ее надо брать сегодня. Если пытаться что-то выгадать, можно просто упустить тот момент, который есть сейчас, потом горько сожалеть о том, что следующий момент окажется там менее выгодным. Например, вот такая ситуация сейчас с ипотекой. Было объявлено недавно, что льготная ипотека, на которой держится рынок в настоящий момент, так называемая ипотека с господдержкой, может прекратить свое существование уже в конце текущего года, 31 декабря. Сейчас в правительстве идут дебаты о том, продлять ее или не продлять. Вот сегодня квартиру можно купить еще с государственной поддержкой. А что будет в январе, неизвестно. Вам, как кажется, продлят? Ну, трудно сказать, вообще прогнозировать что-либо тяжело, тем более в нынешней экономической, политической ситуации. Но банки заинтересованы в том, чтобы ее продлили. Потому что спрос на недвижимость, они заинтересованы поддерживать. И государство тоже заинтересовано его поддерживать. С другой стороны, возможно, у государства недостаточно денег на то, чтобы субсидировать ее. И поэтому сейчас бухгалтеры с экономистами схлестнутся, как всегда. Экономистов интересует рост, бухгалтеров интересует, чтобы поменьше тратить денег. Так же, как в любой компании, такие же отношения между этими отделами. И, по всей видимости, будет какой-то консенсус. Я надеюсь, что ее продлят. Я думаю, что все надеются, вся страна так же. Ну, по крайней мере, те, кто имеет отношение к этой отрасли. Рынок квартир в Калининградской области, как и по всей России, сегодня просто парит в воздухе ни туда и ни сюда, если в общих чертах, как вы сказали. Но ведь рынок – это тот же базар, где каждый должен что-то купить и что-то продать. Вот те, кто ждут чего-то лучшего, чего они могут, в принципе, ждать, гипотетически. Лучшего. Рынок ведь не работать не может. Кому-то что-то делать надо. Возможно, продавцы пойдут на какие-то уступки, чтобы покупатели покупали. Либо они будут ждать того момента, когда покупатели будут согласны давать больше. Есть хороший анекдот про армянское радио. Немножко в тему. Может быть, я даже его уже и рассказывал когда-то, но повторюсь. Когда армянское радио спросили, когда будет лучше. А армянское радио подумало и ответило, лучше уже было. И поэтому выгадывать что-то, еще раз говорю, чего-то ждать, что цены там просядут до какого-то минимально возможного уровня. Уже сейчас есть такие ценовые предложения на рынке Калининградской области от достаточно известных застройщиков, которые считаются крупными, которые кажутся вот просто феерически выгодными. То есть кажется, что вот раз, и там вообще какая-то цена не бывала низкая. Но если посмотреть поближе, мы обнаружим, что продаются квартиры в доме, который просто даже еще не строится. Ну просто вот его нет, стен нет, фундамента нет, еще чего-то нет. Ваш совет в таком случае? Мой совет сейчас вообще всем тем, кто планирует приобретать недвижимость на первичке. Даже пока еще нет. Покупать готовое. Вот сейчас, мне кажется, то самое время, когда лучше брать то, что физически существует. Это может быть какая-то новостройка, но на финальных стадиях готовности. Либо это может быть построенный, введенный в эксплуатацию объект от застройщика, который подпадает под условия льготной ипотеки, потому что она, пока она еще действует, она может быть только если квартира приобретается с первых рук у застройщика. Но сейчас мы бы советовали, ну если говорить про экспертное мнение, покупать именно готовое, то, что можно потрогать. Это и вопрос к качеству, который, возможно, может снизиться в течение какого-то времени, ну из-за перехода на какие-то аналоги строительных материалов, более привычных и так далее. Но и вопрос того, что мы не знаем, что будет там в какой-то среднесрочной перспективе. Поэтому, если что-то хотите купить, покупайте готовое или почти готовое. Что делать, если купил квартиру на пике ее стоимости, а сейчас она подешевела? Вопрос сложный, вопрос интересный. Ответ на него примерно таков. Если купили квартиру по договору купли-продажи, вообще ничего сделать нельзя. Если приобрели квартиру по договору участия в долевом строительстве у застройщика, и застройщик пока еще дом в эксплуатацию не вел, то здесь ситуация двоякая. Если застройщик четко выполняет принятые на себя обязательства, если он пока еще не допустил просрочек, если все у него хорошо, то можно прийти и попросить о снижении цены. Если у него то, что называется, рыльце в пушку, если что-то идет не так, если уже предлагают подписать дополнительное соглашение о переносе сроков, и тем более, если это делается уже не первый раз, тогда можно ставить вопрос о расторжении договора досрочном и о возврате денег. Говорим сегодня с Андреем Кондратом в студии Радио Балтик Плюс. Это основатель интернет-портала «Застройщики 39». Насколько мне известно, «Застройщики 39» отслеживают цены на рынки недвижимости. Что показывает мониторинг? Может быть, есть какие-то аномальные зоны в регионе? Мы действительно на портале отслеживаем цены, причем берем их непосредственно у застройщиков, причем за цену мы берем, за какую-то эталонную цену мы берем двухкомнатную квартиру в новостройке от застройщика из первых рук. Не у перекупов, не вторичка, а именно первичка от самого застройщика непосредственно. И в настоящий момент мы видим, что цены снижаются. То есть цены в течение 2022 года выписали такую достаточно лихую кривую. Они сначала взлетели, а теперь припали. Но в отличие от того, что мы можем посмотреть в виде каких-то популярных роликов на YouTube, там падение, кошмар, ужас, там все обвалится, мы подобного не наблюдаем. То есть если мы, например, посмотрим кривую ценовую, которую мы сделали по Калининградской области, то есть это средняя цена, сюда входит побережье, Калининград, все вместе, такая средняя температура по больнице, то мы видим, что в настоящий момент средняя цена квадратного метра, еще раз подчеркну, первичка от застройщика, это 111 тысяч рублей за квадратный метр. При этом в пике, который мы наблюдали летом текущего года, ну это май-июнь 2022 года, она достигала 126 тысяч рублей за квадратный метр. То есть падение за этот период составило 15 тысяч рублей за квадратный метр. То есть в пересчете на деньги из кармана при покупке квартиры, тем более двухкомнатной, ну это сумма достаточно существенная. Однако ничего ужасного, фатального нет. И характерная деталь, несмотря на так называемое падение, цены даже не вернулись пока еще на уровень, который был год назад. Потому что если мы откроем, например, ту же самую отметку на кривой, которая относится к 1 декабря 2021 года, то тогда цена, средняя цена по Калининградской области составляла 103 тысячи рублей. То есть за текущий год цена относительно уровня прошлого года, вот ровно того дня, который был год назад, она выросла на 8 тысяч рублей. Она достигала какого-то ценового максимума в какой-то момент, немножко опустилась, но тем не менее она не рухнула, не упала. Вы взялись за статистику, как говорится, она вещь упрямая, но довольно-таки приблизительная. Вы говорите, что вы берете, в пример, цены на море, цены в Калининграде, а вот восток области? В восток области, к сожалению, находится вне мониторинга. Это замечательные города, очень красивые, исторические. Почему вне мониторинга? Потому что там нет спроса. То есть весь спрос в Калининградской области сконцентрирован областной центр, Калининград и побережье. Имеет определенный интерес, ну даже серьезный интерес к Гуревске район. То есть это, в общем-то, такое под Калининграде, если можно так назвать, как существует Москва и Подмосковье, так и существует Калининград под Калининграде. Если можно так выразиться, и побережье. Если мы говорим про замечательные города востока области, увы, они спросом не пользуются. Там существуют, наверное, какие-то единичные случаи строительства новых домов, которые находятся вне нашего внимания. Может быть, к сожалению. Будем надеяться, что эта часть области тоже разобьется. Люди уезжают чаще всего в Калининград или за границу, как показывает практика, или страны, и не могут продать жилплощадь на востоке области. В частности, какие-то прогнозы дадите? Не могу, к сожалению, дать в отношении востока области никаких прогнозов. Еще раз, общий совет. Продавайте. То есть на каждый товар существует свой покупатель. Если будете продавать что-то, и оно не продается за те деньги, которые вы ставите первоначально, поставьте ниже, 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 и обязательно будет нащупана точка спроса. Хотя, может быть, это и не совсем хорошо. И приятно для продавца. Возможно, кто-то только что к нам присоединился, ответит на вопрос еще раз. Вы согласны с тем, что местным жителям Калининградской области квартиры пока еще не по карману? Нет, не соглашусь. В отличие ситуации по ценнику. Я думаю, что они вполне по карману, но, к сожалению, становятся, наверное, если в перспективе мы говорим про усугубление экономического кризиса, такая ситуация может быть. Пока я считаю, что вполне по карману. Портрет покупателя квартиры в Калининграде – это кто сегодня? Это калининградец. То есть это уже не кемеровчанин, это уже не хабаровчанин. Это калининградец, которому нужно улучшить свои жилищные условия сегодня. Либо второй вариант – это наиболее даже, может быть, частая ситуация – люди, у которых есть деньги, которые таким консервативным образом пытаются их сохранить. Строительный бум в Калининградской области закончился или что? Еще не закончился, но есть признаки того, что постепенно угасает. Ну, по крайней мере, если мы будем говорить про спрос и предложение, предложение новостроек уменьшается, новых объектов появляется в последнее время в продаже мало. Спрос, увы, стагнирует. Поэтому тот бум, который мы наблюдали в течение ковидного периода, то есть 2002-2020-2021 год, увы, сходит на нет. Насколько надолго и что будет в будущем, к сожалению, прогнозировать трудно. Это было экспертное мнение сооснователя интернет-портала «Застройщики 39» Андрея Кондрата. Спасибо, что пришли. Удачи вам. Спасибо.